Картины, посвященные видам Нижнего Тагила. Марина Агеева с гордостью показывает альбом-каталог «Михаил Дестергефт. Известный и неизвестный». Много лет она была знакома с самим художником. К 100-летнему юбилею Михаила Дестергефта музей решил выпустить памятный альбом, куда вошли статьи и знаменитые работы мастера. Соавтором Марины Агеевой стал художник-дизайнер Максим Трухин. Михаил Васильевич Дестергефт был первым лауреатом премии губернатора в нашей Свердловской области. В номинации «Избразительное искусство» эта премия была присуждена Михаилу Васильевичу. Эта премия была учреждена в 1997 году. Спустя 25 лет премию за работу памяти Михаила Дестергефта, участника Великой Отечественной войны, спецпереселенца, а после главного художника Тагила. Была такая должность. Губернатор вручил тагильчанам. У меня уже это была третья премия губернаторская. Первая была за книжку о творчестве Михаила Федоровича Шемякина. У меня книжка вышла в Москве, в издательстве «Белый город». Вторая была за вклад в развитие культуры Нижнего Тагила. Это третья премия. Конечно, было радостно тому, что книга наша получила поощрение, что заметили её не только содержание в виде статьи, в виде большого каталога, но и дизайн. Для дизайнера каталога Максима Трухина, в своё время лауреата премии главы города, это первая губернаторская награда. Волнительно, просто непривычно. Слишком официально всё, официоз, непривычная, растерянность лёгкая. Преподаватель Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна Жанна Овчинникова работает в сложной технике многослойной лаковой живописи по металлу. Более 30 лет она посвятила делу сохранения и развития народного художественного промысла Свердловской области. Главное, говорят лауреаты, не материальная составляющая, размер премии 60 тысяч рублей, а общественное признание и оценка труда. К слову, Свердловская область – первый регион, учредивший собственные премии для деятелей культуры и искусства. Ежедневно и ежечасно выполняете важную миссию, несёте культуру в массы, знакомите земляков с богатейшим культурно-историческим наследием Урала. И делайте это интересно, увлекательно, с использованием самых современных технологий, привлекая широкую аудиторию в музеи, библиотеки, культурно-досуговые центры. Во многом, благодаря вашему труду, наша область заслужила репутацию одного из крупнейших культурных центров России. 2022 год объявлен президентом Годом культурного наследия народов России. В Свердловской области – это поддержка творческих коллективов, создание модельных библиотек, сохранение народных промыслов и ремесел и год, посвященный уральскому писателю Дмитрию Мамину Сибиряку.